Приветствую всех в игрушке под названием Роблокс, и только самые крутые и быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Отлично, ну а мы возвращаемся в режим под названием Шаркбайт, и наша задача либо же выживать против акулы и отстреливать её, либо же, друзья, наоборот, играть за акулу и пытаться замочить всех наших людишек. Так, ну что же, в принципе, у меня сейчас есть выбор выбрать лодочку, но я лучше сяду вот к какому-то вот этому пареньку. У него имеется вот такой прикольный корабль, который подготовлен в честь Хэллоуина, и выглядит он очень и очень даже круто. Поэтому, я думаю, лучше сразу же к нему сесть, плюс там, наверное, экипаж у нас будет очень-очень большой. И также, друзья, я бы хотел в следующей катке, может быть, что-то прикупить, может быть, на что-то накопить нам будет легче, потому что у нас уже денежек, ну, довольно-таки неплохое количество, да, 342 монетки. А это, друзья, уже можно купить точно какую-нибудь акулку, либо же ружьё. Так, ну что же, это вообще за что я сел-то? Ну-ка. А, смотрите, друзья, точно, это теперь я, получается, стрелок и могу вот с этой пушки фигачить вот такими ядрами. Так, воу, а это что это такое? Ничего себе, это, кажется, какая-то, друзья, субмарина у кого-то, да, прикольненько тоже выглядит. Так, субмарина, аккуратнее, а то я сейчас могу в тебя попасть. Воу, что там у нас вообще этот наш штурвал делает? Какая-то вообще, друзья, непонятная береберда творится, почему мы только что врезались. Ладно, давайте мы тогда сейчас лучше, друзья, засядем всё-таки вот сюда и будем отсюда отстреливать нашу акулу, потому что тут, в принципе, ну, хотя бы не так сильно шатает и у нас фиксированное положение. Давай, штурман, веди нас к акуле, потому что я что-то пока что акулу нашу не вижу. Она, кстати, между прочим, призрачная акула. Это, да, новый скин тоже, который добавили именно на обновлении хэллоуинском. Ну, и давайте тогда сейчас будем всё-таки рассматривать, где она? Да, вот она, акулка-то, вот, сейчас я, друзья, её увидел. Она у нас где-то там вдалеке, давайте тогда сейчас перезарядимся. Ну, и акулы, давай, давай, быстрее, а то-то сейчас что-то слишком медленное это стало, да и плюс ещё, ну, какая-то она, ну, честно говоря, слабая и слишком трусливая, потому что она, друзья, всё плавает вон там где-то, и она боится просто нападать на нас. Мне кажется, или она ещё ни одного нашего товарища даже не слопала, она, наверное, и не попробовала это сделать. Так, ну ладно, мы сейчас, получается, плывём прямо к ней, потому что она у нас была как раз-таки где-то здесь. О, товарищ у нас ещё тут прыгает, друзья, до сих пор. Так, ну, есть здесь акулы-то или нету? Призрачная, куда ты делась-то? Вот смотрите, друзья, все куда-то стреляют, но я не вижу в кого и зачем, потому что я акулки реально ещё до сих пор не вижу. Блин, давайте мы тогда хотя бы походим по нашему кораблю, может быть, что-то мы интересное увидим, либо же какой-то ракурс более-менее подходящий. Ну, в принципе, вот на носу, тут у нас тоже имеются такие местечки, хорошие причём, отсюда, я думаю, можно будет хорошо так стрелять по нашей акуле. Кстати, я её вижу, о, она, друзья, вон там находится. Сейчас попытаемся как-нибудь её обязательно подстрелять, но я не знаю, почему наш капитан взял и развернулся. Хотя надо было туда плыть, там акулу, надо туда плыть, чтобы мы её смогли победить. Ну, хотя, в принципе, я думаю, он придерживается такой тактики. Если акула, получается, не будет нас лопать и время пройдёт, то мы все выжимем, потому что наша задача основная – это выжить, а не убить акулу. Ну, а я бы хотел, на самом деле, сразиться с акулой, ну, а, видимо, у нас капитан такой предостерегает нас, и он всё-таки хочет больше того, что мы всё-таки сможем выжить, а не просто, друзья, вот так на бум ходить и мочить нашего вот этого мегалодона, либо же акулу. Так, ну что же, остаётся у нас буквально, получается, 46 секунд, ну и будем надеяться на то, что акулка нас реально не сможет слопать. И, кстати, вы посмотрите, какой этот классный корабль. У него почему-то нос, ну, именно корабля, сделан под рот мегалодона. Это, конечно, выглядит очень классно, и плюс ещё паруса у него такие растрёпанные, то есть это реально какая-то чёрная жемчужина, да, с пиратов Карибского моря. Выглядит, конечно, потрясающе. Такое чувство, будто даже сама вот это судно сможет слопать мегалодона, да, потому что у неё имеются вот такие огромные зубы. Ну, а у нас тем самым временем остаётся 10 секунд времени. Я сейчас вот так ещё чуть-чуть стреляю в нашего мегалодона. Ну, и в итоге 3, 2, 1, и всё, друзья, время вышло. По сути, выжившие победили, потому что нас не слопали. Да, тут пишут, что акула была застрелена, но мы так её не отстреляли, по сути. Мы даже ни одного раза в неё не попали. Но фишечка в том, что мы выжили и получили 20 монеточек, то есть 20 акулих зубов. Ну, и давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть интересненько в магазине, стоит ли вообще в него заглядывать, потому что мы ещё давненько уже, друзья, не заходили в него. Тут, в принципе, есть очень много различных суден, которые прикольно как бы выглядят, но дороговато. Вот та же самая чёрная жемчужина, она стоит полторы тысячи вот этих акулих зубов, а это, конечно, дороговато. Есть, конечно, ещё пиратский вот этот кораблик, но он тоже, друзья, не особо крутой. Так, смотрите, у нас какой-то бонусный раунд. И что-то там было написано про кул, если мы их замочим, то у нас будут какие-то бонусы, что ли, да? Ну ладно, давайте тогда сейчас мы посмотрим, что это за такой особенный раунд. У нас, кстати, ночь сразу же появилась, это прикольненько. Так, сразу же сажусь на вот этот корабль, на нашу чёрную жемчужину. Ну и пока у нас есть время, мы давайте ещё рассмотрим, что мы можем купить и за какую определённую сумму. В принципе, мне сейчас хватает максимум на дробовик, на ракету и на гарпун. Не знаю даже, что из этого можно купить, пока что даже не буду, друзья, ничего покупать. Я просто подожду ваших комментариев. Мне кажется, вы более опытный, кто играет в Роблокс. Напишите, пожалуйста, что именно здесь стоит покупать. Ну, я думаю, скорее всего, стоит купить вот эти зубы за Роблокс, и было бы, конечно, классно. Так, ну что же, всё, у нас выплывает акула, и что мы сейчас будем делать? У нас же сейчас получается ночь, и как мы, интересно, будем эту акулу мочить? Вот, я вижу, кстати, прицельчик на неё. Сейчас мы тогда, ну, так постреляем, может быть, попадём в неё. Так, давай-давай-давай. Нет, смотрите, друзья, никак не попадаем. Наверное, она за островом этим находится. Ну ладно, мы сейчас это выясним. Я, главное, займу сейчас хорошую позицию. Это, естественно, вот эта позиция, потому что тут у нас, ну, грубо говоря, обзор на 360 градусов. Куда ходишь туда и стреляй, везде всё видно. Так, ну вот у нас, получается, акула здесь, да? Давайте тогда сейчас мы вот так будем стрелять как-нибудь. Вот, в принципе, если приглядеться, пуля практически прям в нашу цель летит, но почему-то мы никак не попадаем в неё, да? Вот, как тогда в тебя попасть-то, акула? Вот, ты же где-то там должна быть у нас. А ничего, друзья, так и не происходит. Так, ну, мне кажется, скорее всего, она реально куда-то на дно прям, друзья, завалилась, что мы её просто не можем достать. И поэтому наша задача опять будет заключаться в том, что мы, скорее всего, будем ждать. Ждать, пока мы выживем. Ну, я бы, на самом деле, хотел бы, друзья, ну, чтобы мы всё-таки пофайтились с акулой, да? Это всё-таки будет как-то поинтереснее, поприкольнее. Так, может быть, мне вообще спрыгнуть с нашего вот этого корабля и в итоге начать вручную, там, вплавь своим ходом фигачить нашего мегалодона. Хотя вот, друзья, только что вроде бы он появился. Так, 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 мне показалось или нет? Вот, наша лодка начинается вот так качаться. И мне кажется, это из-за того, что мегалодон на нас это нарывается. Воу, что ты делаешь, лодка? Ты что, летаешь, что ли? Ну-ка, друзья, посмотрите-ка на это. Да, у нас лодка вообще как будто летала. Офигеть. Как она это умудрилась сделать, я не знаю. И, кстати, у нас уже есть пробитие. И это, конечно, плохо. Вот, кстати, наш мегалодончик-то. А почему, интересно, нам тогда отмечалась какая-то непонятная цель? Зачем она тогда здесь? Я вот этого не понимаю. Так, ну что же, мегалодон, где ты? Я вижу, ты теперь стал активным. Мне это нравится, потому что предыдущий мегалодон призрачный был какой-то вообще не такой. Был слишком трусливый и вообще ничего не хотел делать. Так, ну а ты вроде бы такой неплохой паренек. Мы сейчас тебя будем обязательно пытаться победить. И смотрите, что у нас штурман натворил. Он просто взял и перевернул корабль. Ну, ё-моё, как так-то? Блин, капец, друзья. Сейчас еще мегалодончик приплывет. И нам уже тогда точно будет капец. Вот, кстати, он уже. Так, так, давай, стреляю, стреляю, стреляю. Отличненько, друзья. Немножечко пострелял по нему. Так, давай, 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 забирайся. Фух, все, друзья, отлично. Забрался я на корабль. И, воу, мегалодон, конечно, сильно-сильно таранит его. Но я успел сейчас вот на такую какую-то дощечку, получается, забраться. И вот отстреливаю мегалодон, друзья. Он все пытается меня слопать. Потому что я рядом. И он тоже рядом. Он, кстати, откусил мне руку и ногу. Вот, смотрите. Я сейчас, получается, вот так плаваю. И мне показалось ли это... Да, друзья, смотрите. Это скелетон, мегалодон. Почему я только сейчас их увидел? Либо же это его помощники. Да, это, скорее всего, друзья, его помощники. Потому что раньше этих скелетонов не было. И сейчас вообще что-то дофигища акул стало. Мне кажется, или когда, получается, мегалодон слопает человека, они обязательно становятся автоматически мегалодонами, да? Да, мне кажется, именно так режим действует. Так, ну что же. Я тогда сейчас, получается, друзья, тут все стараюсь выживать. И в итоге, к сожалению, меня проглотила акула. Да, мне буквально не хватило совсем чуть-чуть, там, ну, секунд 20, да? И я бы уже был бы выжившим. И, наверное, мне тут куча и куча зубов дали. Но, к сожалению, я теперь акулка. Только, конечно, неизвестно, что за акула именно. Но это, в принципе, не важно. Важно то, что я выжил до 20 секунд времени. А это даже, ну, неплохой результат. Потому что другие, мне кажется, выжили даже поменьше. Так, ну и что же. Кто у нас там выжил? Ну, смотрите, друзья, один человек всего лишь выжил. И это, конечно, очень-очень хороший результат. Я за него горжусь. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать. Если вам понравилась эта серия, вы хотите продолжения, напишите обязательно об этом в комментариях. А также наставьте кучу и кучу лайков. Ну, а с вами был Люша, игрушка под названием Roblox. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok